Системы водоснабжения интегрированы и часто могут использовать одно и то же оборудование совместно с системами управления отоплением. Вспомогательное оборудование, используемое в водоснабжении, это то же самое оборудование, что и в системах жидкостного отопления. Говоря о системах водоснабжения, нельзя не упомянуть бытовое оборудование, связанное с водой. Так возникает тема автоматизации ванной и туалета с использованием умных устройств и автоматизированных комплексов в составе умного дома. Умная система водоснабжения не может обойтись без счетчиков воды, способных передавать свои показания системе управления умным домом через цифровые интерфейсы. Различают механические и электронные счетчики. Механические счетчики работают на основе вращения крыльчатого элемента или колебаний поршня под воздействием воды. Электронные счетчики используют физические эффекты, позволяющие измерять расход воды немеханическими способами. Системы водоснабжения пронизывают дом трубами, насосами и узлами, которые могут стать источниками протечки. Чтобы избежать проблем из-за протечек, используют предохраняющие системы, которые при выявлении протечки перекрывают соответствующий контур водоснабжения. Протечки выявляются датчиками, а перекрытие производится сервоприводом, который перемещает клапан вентиля на входе в дом или контур водоснабжения. Бойлер – водогрейный котел, без которого практически не бывает систем горячего водоснабжения с автономным подогревом. Различают такие виды бойлеров, как газовые, электрические, солнечные коллекторы, бойлеры на основе теплонасоса, бойлеры прямого и косвенного нагрева, проточные и накопительные, напорные и безнапорные. Энергетический фактор – важнейший критерий для сравнения бойлеров. Он отражает отношение энергии, поступившей к нагревателю, и энергии, выданной в виде тепла. Еще один важный критерий – производительность бойлера. Для ее оценки могут использоваться разные параметры. Существует множество видов водонагревателей, которые на газе, которые на жидком топливе, которые на угле, на дереве, электрические, тепловые насосы, солнечные коллекторы и т.д. Предметом развития технологий является не только нагрев воды, но и ее сохранение. Им занимаются тепловые аккумуляторы. Для обеспечения горячего водоснабжения используется бойлер косвенного нагрева, обеспечивающий нагрев чистой воды от теплоносителя. Система водоснабжения требует много дополнительного оборудования, которое управляется системами умного дома с тем, чтобы обеспечить потребителю функции, которые не очевидны производителям водонагревателей. Системы водоснабжения могут содержать распределительные устройства, насосы, сервоприводы и фильтры. Каждый набор должен соответствовать санитарным требованиям. У разных производителей есть ли некие устройства, соответствующие таким требованиям, определяющие системы водоснабжения. Следующим здесь является материал оборудования. Еще одна особенность систем водоснабжения – разнообразие режимов работы. Это состоит от требования к динамическим характеристикам систем. Именно температура и напор воды являются ключевыми критериями, которые позволяют наслаждаться удовольствиями и использовать современное оборудование, обеспечивающее удобство и комфорт. В условиях нестабильной подачи воды или при скачках давления в системе водоснабжения используются специальные накопительные баки или гидроаккумуляторы, которые обеспечивают защиту от гидроударов и сглаживают колебания давления в системе. Гидроаккумуляторы весьма примитивны и в основном отличаются объемом бака, качеством изготовления и используемыми материалами. Основная функция полотенца сушителей – сушка полотенец и белья. Также они поддерживают комфортную температуру и понижают влажность в помещении. Различают водяные, электрические и комбинированные полотенца сушители. Водяные полотенца сушители наиболее востребованы и должны отвечать высоким требованиям в плане прочности и надежности. Электрические питаются от электросети и просты в использовании. Комбинированные обладают достоинствами водяных и электрических, а еще могут регулировать температуру воды. Водяные полотенца сушителей управляются посредством циркуляционного насоса, электрические и комбинированные через встроенные интерфейсы. Невозможно представить умный дом без смарт-туалетов и систем управления для них. Именно новые виды сантехники и ее автоматизация долгое время были движущей силой мировых проектов умного дома. В современном умном унитазе важны и безупречный дизайн, и множество функций. Оснащение ванной и туалета не заканчивается на унитазе. Системы умного дома должны предоставлять возможности для удобного управления приборами имеющимися в распоряжении пользователя. В системе умной ванной или туалета присутствуют все основные подсистемы умного дома. Описывая умные ванны, невозможно не заметить, что на рынке присутствует оборудование, которое можно рассматривать как целую ванну или душевую комнату. Ежегодно производители систем джакузи и душевых систем презентуют по всему миру на выставках, и каждый раз появляются новые функции и возможности. Такое оборудование станет изюминкой любого умного дома и доставит много удовольствия своим владельцам. Субтитры создавал DimaTorzok